О желании быть избранными депутатами Законодательного собрания края от города Сочи заявили 13 кандидатов от различных политических партий, в том числе один кандидат в порядке самовыдвижения. Избирательной комиссией, отмечает ее председатель, принято решение о регистрации всех претендентов на кресло в ЗСК. Кандидаты выдвинуты в основном избирательными объединениями. Это такие политические партии, как КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Коммунисты России и Единая Россия. Мы проводим эти выборы в условиях обновленного избирательного законодательства, что предполагает, что на наших избирательных участках будет применяться технология QR-кодирования. То есть будут протоколы изготавливаться с машиночитаемым кодом. Машиночитаемый код позволяет максимально быстро обработать итоги протокола и ввести в систему госвыборы. Для избирателей также изменились некоторые условия. Отменены открепительные удостоверения, упразднено досрочное голосование. Избиратель может быть включен в список по месту фактического нахождения. В день голосования 10 сентября на территории города откроется 222 избирательных участка. Для депутатов уже начался период активной агитации. Они могут встречаться с избирателями, распространять информационные листовки. С 12 августа начнется агитация в средствах массовой информации. Ну и напомню, что активным избирательным правом на выборах депутатов ЗСК обладают жители Краснодарского края. Рината Шипулина, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.